Здравствуйте, дорогие друзья, мои уважаемые зрители! Как видите, мы в Венесы, как всегда. Наслаждайтесь красотой, потому что вот эти цветы мне всегда радуют. Мы же знаем, что там столбы. Сейчас вода просто высокая, их не видно. Столбы такие, которые надо менять. В этот бар мы не ходим, потому что мы знаем, что там можно упасть. Цены там нормальные, кстати. Это сразу же возле ЖД вокзала эти ресторанчики. И они реально итальянские. Там муж и жена. Одна половина муж держит ресторан, а другая половина жена. Ну, там не жена, там вкуснее как-то. Не знаю, наверное, все продумано. Просто эпох лучше. От мука многое чего зависит. Не только директор. Надо, чтобы было. Хороший персонал, конечно, чтобы был. Вот, да, сегодня вода высокая, солнышко, ветерок. Прекрасно, прекрасная погода. Хочу сказать, что я прочитала новости Венеции. Но это не новости Венеции. Да, я подписана на новости Венеции. Мне все приходит, типа новости, что происходит Венеции, кто в нам приехал, что случилось с кем-то, что-то там из известных людей. Вот. Но сегодня мне что-то пришла информация, что Собчак в Венеции скучает. В семье Собчак скучает. Я верю. Три дня это такой позитив. Ты наслаждаешься. Для тебя все прекрасно. Ты соскучился. Ясное дело, что она здесь была уже. Всем понятно, что она здесь не первый раз. Правда? Ну, когда ты побудешь, вот сейчас моя подруга уже неделю здесь, и она уже по-другому это все смотрит, понимаете, воспринимает. Эти эмоции уже у нее, как бы, другие эмоции. Потому что немножко соприкоснулась к этой жизни, которую мы имеем сейчас. Ну, и вот, говорят, Собчак скучает. В центре Венеции снимает жилье, но очень скучает. Верю. Очень уважаю, кстати, эту женщину. Что бы на нее ни говорили, она говорит, всегда легко, обсуждать всегда легко. Но делайте вы так, как делает она. А сможет ли кто-то делать. Не надо засужать человека. Я счастлива за нее. Рада за нее, что она занимается тем, чем хочет. Никуда никого не осуждаю. Стараюсь. Бывает разное, конечно. Да, вот вышла за полетой и сняла сразу же маску. Легче дышать. Такая жира 32, и надо вот эту маску быть. Ну, не знаю, бонжорно. Да, эти солдатики направляются. Я вам говорила, что здесь есть зона милитари, в Венеции. Арсенале называется. И да, туда заходить нельзя. Делать видео нельзя. Канал там перекрыт даже снизу так, чтобы вот даже под водой ты туда не зайдешь. Кстати, в Венецию заходят подводные лодки. Я не знаю, какие там они каналы сделали, какая глубина, чтобы подводная лодка заходила. Это тоже закрытая информация. Просто Амаура вырос в той зоне и купался в канале. Там, где нельзя вообще в каналах. Но это же дети были. Дети их ругали. Нельзя купаться в каналах. Я вам это говорила неоднократно. Вода грязная. Вот. Но пока они были дети там 8-10 лет, а он жил прям там над каналом. Там был дом. Вот. То, 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 то они знают, что такое зона милитари, какие там каналы, что туда заходит, что там творится. Ну, как уже местное, знаете. И то, не все местные. Не всем местным интересно даже история своего города, чтобы вы понимали. Скидки. Видите, какие скидки. Баленсиага. Очки были 430, сейчас 240. 440. Мио-мио. 420. 210. Вот, да. Вот мой футлярчик мы покупали здесь. Мио-мио. Мои. Три года назад. 208 вот они стоили тогда. Тоже нам скидку тогда сделали. Твинсет. Кстати, мы были вот на аутлетах. Везде леные. Везде такая... Боже... Как этот стиль называется? Вышел просто голову. Ну, как романтический такой стиль, да. В основном такая романтика везде. Вот. И в аутлетах, и вот новые коллекции, и в падали мы были на складах. Все везде вот в таких вот романтических... Романтическом стиле. Бонжерно. Вот такие жёлтые кардиганы. Бежевые цветы. Сеточка. Ну, вот, честно говоря, вот не укороченные кардиганы не идут. Это только молодым и худеньким. Потому что, если немножечко девочка уже в теле, или уже старшая женщина, то это, конечно, будет бабушкина. Ну, как бабушка. Такие сельские варианты. Не всем они идут. Так же, как и вот такая вот модель. Вот мне вот сейчас тоже не очень мне идёт эта модель. Мне надо V-образный вырез. Везде макраме. Макраме, вот что хотела вам сказать. Да, макраме. Сумки макраме, сарафаны макраме. Везде. Что китайцев, что итальянские марки, что китайцы. Вы же знаете, что китайцы, типа, делают китайцы. Типа, делают итальянцы. Пишут, что это Merlin Italy. А всё это сделано, конечно, китайцами. Ну, это, конечно, другое качество, чем падали на складах китайских. Это, конечно, батис. И кружево другое качество. Но тема одна и та же. По всем магазинам, по всем маркам. Ой, какой хороший голубой картон. Прекрасно, прекрасно. Мне нравится. Типа, состарили немножко. Такой выгоревший. А вот немножко вам покажу твинсет. В рекламе. Как смотрятся их вещи. Давайте посмотрим. Эко-кожа везде. Крючком деланные вещи. Ручная работа. Везде. Макраме, как я говорила. Везде. Оранжевый, желтый. Моё комет, ты собито, сай. Какие кольори, что везде. Расчет на ручке. А? Си. Ва бени. Пороза. Семь. 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 Весной. Примавера, реватчи, везде. 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 Семь. 9. 9. 8. Мес às beds. 10. 114. И también 10. 126. 129. 116. 107. 10 9, 10 9. Как и фурлова в атлетах, как фурлова в атлетах и как эта марка Хромия. Первая, Хромия квеста пилы, Хромия квеста натуральные пилы все. Это искусственная кожа, потому что у меня твинсетовские есть, это искусственная кожа. А вот смотрите, это бисер и пластика, ненатуральные камни. Ну вот то, что марка, и цена сразу же... Сколько я не вижу в очках? Очки надо не от солнца сейчас, а очки надо для зрения. Я не вижу. Сколько это? Кулана? Кулана. Это кулана Фриде Атало, это 113 евро. Вот 113 евро. Вот такие вот изделия, вышивка. Девочка, все в татуировках, в итальянцах, это очень модно. И женщины, и мужчины, все поголовно в татуировочках. Куртки джинсовые, хорошо, что у меня есть и длинная, и короткая. Дизигуаловская шорты. Вот они сейчас теплые, но они темные, с вышивками, не знаю, когда их носить. Сарафан хорошенький, хорошенькая. Вот эта коллекция мне даже нравится, такая. Нашими такими мотивами припахивает. Вот уже более светлая, это она, берюза. Джинс везде, Даним везде. Вот эти борсы тоже везде. Ну вот крючок, видите, крючком вязаные макраме, или крючок, вот актуальный везде. Но это тоже надо мать идеальных фигуров. Мне, например, не нравится, честно говоря, мне не нравится. У меня оно старит, бабиц, старит. Вот красиво, что тут написано. Лейба мне так нравится. Мне нравится. Пиколос акцент, но красиво. Вистамарка субито. Вот такие сайты. Пластмасса тоже будет каких-то с чем-то. Ну вот так. А меня? Ваду аванси, но сегодня нет. Потому что я буду работать? Вот такая вот сумка, которая была в Манго в прошлом году. Тоже пришла Беатрича мне на смену, и я иду домой. Я смотрю, что все-таки вот эти браслетики, да, а что я прицепилась? Они нормально ко всему подходят. Вот эти серые, смотрите, аметис, и оникс, и этот, забыла. Забыла. Бывает. Нет, лунный камень здесь нет у меня. Уже как это называется, вот этот розовенький, прозрачный? Забыла. Ну, короче, Беатрича прошла, она работает сегодня вторую половину дня, я была в первую половину дня, так что собираюсь домой. Я хотела показать, почему я сегодня одета. Сейчас покажу еще ножки. Шелковая маечка и шелковые блющи, которые я купила вчера. Вот прохожу через один дворик, тут всегда я прохожу, вы со мной уже гуляли, тратурия чемпионы, тратурия скала, скала, это, наверное, сэпи, 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 это маленькие кальмарчики, а тратурия скала, скала, это лестница, на итальянском это скала. Да, вот и вижу, что наша девочка здесь работает, наша, это страны СНГ, я не знаю, молдаванка, украинка, русская, русские, конечно, здесь не работают, в основном, и страны СНГ, это Украина и Молдова здесь. Вот, вот такое страшное, ну, как это не приукрасить немножко, это же ресторан, да, вот на улице эти столики. Почему не сделать это более красиво, я не знаю, но все равно люди здесь есть, но двери красивые, единственное, что здесь красиво в этом дворике, так это дверь, когда-то кто-то ее делал, потому что вот современная дверь, это вот этот ужас, это, это ужас. Почему хотя бы растения нацепляйте какие-то, как-то украсть эту стену, я понимаю, что это сохранить вековую пыль, тоже там есть какой-то свой вкус, но, и стиль, и вкус, но, но задирата, это уже заочень. Да, туристов сегодня, конечно, много, кстати, я сегодня одета, а будто, а будто даже в балеточках, маме покупала, мама не ходит, я вот сама себе, думаю, так, Жанка, одевай и носи, вот такие замшевые мои балеринки. Фонари включены всегда для красоты просто, потому что внутри есть подсветка, по-другому смотрится эта кованка. Вот так кто-то тут живет и смотрит на нас, туристов всех, ну ладно, я уже интурист, я уже житель. Вот красивые такие потолки, это же люди просто живут в этих домах, красивая такая роспись на потолках. Ну, во внутрь такого дома как-то я не попадала, не приходилось попадать к таким итальянцам, где сохранились эти древние росписи какие-то. Боже, как красиво бывает здесь, в каких-то церквях, в Кезах. Так, а, одно такси, другое такси, ну и сейчас на такси очень классно покататься, очень классно. Ну, сейчас как упадут мои браслеты в воду, будет веселуха. Окей, все, идем дальше, тоже люди хотят фотографироваться. Мне больше нравятся, конечно, остроносые балеточки. Ну, сегодня в таких, кстати, ноги не устали. Я сегодня полдня стояла в магазине, проработала, и ножки мои не устали. Это я так присела повыделываться, поснимать вам немножко, потому что мне очень нравится это место. В последнее время я всегда его снимаю и всегда хожу только этой дорогой. Есть разные дороги от Реальта к Сан-Марко-500, бутику Маура, но я хожу сейчас в последнее время только этой дорогой. Кстати, девочки, смотрите, у кого шея, как у меня, немножко с морщинками, большое крупное лицо, красивая шкарная грудь. И вот такой вырез, это не очень хорошо, нам надо V-образный вырез, но мне очень хотелось эту маечку, этот цвет. Я ее сзади не застегиваю, смотрите, там она расстегнута таким треугольником сзади получается. Этикетки обрезала специально, чтобы не было видно. И взяла уже сегодня, сделала подлиннее каучук, чтобы так визуально как бы удлиняло мою шею и мое лицо делало более подощавым, скажем так. Что я увидела? Это поймал маленького голубя, наверное, и съел. Вот они жрут все, всю падаль, смотрите, все жрут. Если человек идет с трамезиной или что-то кушает в кафе, или идет по улице, открыв рот, что-то смотрит на что-то, да? Баклан подлетает и забирает, ему все равно, они могут даже ударить человека, потому что его клюв очень такой твердый, удар у них сильный. Смотрите, как он пожирает вот этого голубя. Маура говорит, нету вообще воробья, не увидишь с Венеции. Что ты удрал? Да, потому что я тебя критикую, ну иди. Воробья вообще, а голуби на итальянском, это колумбо, но итальянцы еще говорят печони, печони. Вот в Венеции говорят печони на голуба. Колумбо, это литературный язык. А печони, это уже, наверное, такой диалект, наверное, вот так вот сказать. Вот, и воробья не увидишь, только в одном месте есть воробьи. За Сан-Марко там есть такое джердина, за площадью Сан-Марко только там можно видеть воробушек. А так все воробьи давным-давно съели бакланы, гобьяны. Он бросил то, что не доел, он бросил просто в канал. Представляете, да, я всегда вам говорю, какой грязный, какие грязные каналы венецианские. Так, паркуется гондола, а мы себе поехали домой. Сегодня я все сделала, что надо было, браслетики взяла. Поработала в магазинчике и еду дальше. После этого у меня другой магазин уже в Майстре, в городе Майстре.